Добрый день, коллеги. Добрый день, Татьяна. Очень рада увидеться. Была сегодня неожиданно. Друзья, по традиции, скажите мне, все ли нормально видно, слышно? Хотя мы проверяли, но тем не менее. Все, спасибо, благодарю. Итак, сегодня у нас с вами тема важная. Это важная, даже, наверное, важная не только для аспирантов и докторантов. Но тем не менее, опять же, по традиции, учитывая, что все-таки наш цикл вебинаров нацелен на то, чтобы помочь аспирантам и докторантам, я буду делать акцент все-таки на эту категорию. Поэтому давайте начнем и посмотрим, что мы сегодня будем с вами изучать. Во-первых, посмотрим некие базовые параметры для планирования публикационной активности аспиранта и докторанта. То есть очевидно, что мы с вами, как работники научных или образовательных организаций, имеем план публикационной активности, который нам дам сверху, со стороны нашего работодателя. А здесь мы будем говорить о другом. Мы будем говорить о том, как запланировать публикационную активность для целей защиты диссертации того или иного типа. Так, друзья, я вижу поднятую ладонь. Это, видимо, кто-то хочет задать вопрос. Если это так, то пишите вопрос. Можно в этой вкладке, можно во вкладке «Вопросы». Если что-то еще, то, пожалуйста, у Татьяны уточните. Значит, второй момент. Мы поговорим о том, как выбрать место публикации. Дело все в том, что наша с вами задача не просто опубликоваться, а, скажем так, сохранить публикацию хотя бы до защиты, чтобы она сохранила свой статус. И, соответственно, мы не пострадали с вами. Для этого нам нужно очень быть бдительными. Сегодня об этом тоже поговорим. Ну и немножечко вот этих деталей более конкретных относительно того, как мы публикуемся в журналах ВАГ, что там такого, что стоит знать, на что обратить внимание. Но достаточно кратко, потому что я думаю, что вы имеете такие публикации. Я только на самых-самых значимых вещах акцентирую ваше внимание. Тем более, нас ждут изменения в этом смысле. Хотя нас когда-нибудь не ждут. Они сопровождают нас по пути бесконечно. И, безусловно, поговорим об изданиях из международных баз данных. Что там, в чем там сложности возникают и как это все-таки организовать. Я бы хотела, чтобы мы сегодня с вами говорили именно о сути вот этой деятельности публикационной, а не только о технических каких-то моментах. Хотя технические моменты тоже будут, безусловно. Но все-таки акцент мне бы хотелось сделать именно на том, как отобрать, сохранить статус и так далее и тому подобное. Ну и давайте начнем тогда с базовых неких параметров относительно того, куда мне вообще нужно посмотреть. Вот я аспирант, особенно аспирантом. Понятно, что докторанты уже давно или недавно проходили путь с кандидатской диссертацией. В этом смысле им несколько проще. А аспирантам, особенно тем, кто только-только начинает путь, сложнее, намного сложнее. Поэтому построим сегодня разговор для всех, чтобы он был полезен для всех. Поэтому буквально три минуточки дайте мне для того, чтобы я начинающим исследователям объяснила, какие вообще бывают публикации. И потом мы уже пойдем с вами к деталям. Итак, когда аспирант или докторант принимают решение по поводу своей публикационной активности, то есть что я буду публиковать, сколько я буду публиковать, где я буду публиковать, нужно сначала ответить для себя на вопрос, а что мне вообще нужно опубликовать? Что? Потому что мы с вами живем, с одной стороны, в ситуации конкретизации ограничений, потому что ВАГ все время идет этим путем, и он показывает нам настоятельно, что этот путь, этого пути, он будет, видимо, придерживаться какое-то время, может быть, постоянно. С другой стороны, остаются такие белые пятна, скажем так, которые не поймешь, как толковаться. И поэтому вот наша задача сегодня расставить акценты вот в этом смысле, не просто понять там, что конкретно нужно, но и вот эти вот моменты. Когда вам нужно будет обратить на это дополнительное внимание, вдруг возникнет дополнительное требование, да? Значит, что касается научных публикаций, на экране варианты, возникают всегда вопросы. Очень быстренько, что есть что для того, чтобы начинающие исследователи понимали, и для кого вообще это имеет смысл делать. Значит, тезисы доклада – это очень краткая публикация, это самая краткая публикация, но мы сейчас не берем какие-то комментарии, короткие там оценочные статьи, да? Вот из научных публикаций, которые доступны для аспиранта-докторанта с целью их учета потом при защите диссертации, тезисы доклада – это самый малый объем, публикация самого малого объема, которая только может быть. Поэтому сразу буду разделять. Аспирантам – да, докторантам – нет. Для докторантов это слишком, ну, такой, простите, несерьезный объем, да? То есть у докторанта крупная работа, подразумевается, что у него все-таки более крупные будут публикации, поэтому тезисы доклада не стоят. Единственное, ну, опять же, мы живем в реальной жизни, сегодня мы повторим, поговорим, кто-то знает, кто-то не знает о том, сколько нужно публикации, станет понятно, что у докторанта публикаций должно быть очень много. И поэтому, если вы уж прям вообще столкнулись с ситуацией, что устали вообще публиковаться, да, ну, рассмотрите варианты тезисов доклада, но я, честно говоря, вам бы не рекомендовала. Аспирантам самое то, особенно для начала, то есть, вот, например, для первой статьи замечательно попробовать, вникнуть в какие-то детали, не так страшно, не так много и так далее, пока еще нет никакой у вас новизны, в голове просто вот такой, знаете, пробный вариант, да, как тест-драйв, да, вот попробовать себя в этом деле. Нормально, можно. И второй вариант – это статья. Безусловно, статьи бывают абсолютно разные, они бывают разных размеров. И те, которые указаны на слайде, это не предел, бывают статьи более крупные. Что мы должны про них знать? Мы аспиранты-докторанты, когда мы делаем выбор. Это могут быть статьи в научных журналах, в сборниках, не в сборниках конференций, а в сборнике статей. Например, в УЗИ какая-то кафедра. Вот, кстати, у кого такое практикуется, поставьте, пожалуйста, там, я не знаю, что-нибудь в чате, что у вас такое практикуется. В кафедре или на факультете выпускают сборник статей, там, работников и студентов, вот, вашего факультета. Раньше это очень практиковалось, сейчас в меньшей степени, но что здесь нужно четко понимать? Практикуется. Вот есть еще у нас такая практика. Смотрите, понятно, если вы сотрудник, вам сказали, что есть такая возможность, вы опубликовались, и вы голову не морочите. Если вы аспирант или докторант, вы должны понять статус этой публикации. Абы где нам публиковаться нет никакого смысла. Если это сборник, вы должны четко понимать, где он будет размещен. Если это сборник, который просто в местной типографии университетской распечатали и положили на полку на кафедре библиотеки и так далее, у вас эта публикация никак вам не зачтется. Поэтому с точки зрения стратегии, да, мы думаем наперед, мы не просто делаем работу, я все время за эффективность, за то, что мы вкладываем в свое время интеллектуальные ресурсы, не просто так. Поэтому вот если это сборник статей вашего вуза или факультета или еще что-то, внимательно проверяйте, где он будет размещен и какая у него вообще официальная, или у него статус, или это просто такая внутренняя публикация. Материалы конференции, да, согласна, но обращаю сразу внимание, опять же, у нас все в контексте того, что мы думаем на будущее, не лишь бы сейчас опубликоваться, а чтобы все было нормально. Значит, материалы конференции для вас принципиально важно, чтобы они выкладывались и индексировались в РИНС, но если это заочная конференция, сейчас, конечно, хитрят организаторы заочных конференций, они не пишут это слово, но это скоро спасать не будет, поэтому нам нужно выбирать конференции, желательно тех вузов, которые вам известны, то есть реальных научных или образовательных учреждений. Второй момент, желательно выбирать для публикации места, где конференция реально будет происходить. Третий момент, вот я сказала, да, чтобы она размещалась и индексировалась в РИНС. Зачем вам это нужно? Для того, чтобы вы могли показать, я сейчас даже процитируемость не говорю, сегодня это не тема нашего разговора, но вам может потребоваться для вашего отчета, который вы будете потом составлять для диссертационного совета, информация из РИНС размещается, не размещается, и там могут возникнуть вопросы, поэтому на всякий случай выбираем те конференции, которые индексируются, но это вам вдвойне полезно с точки зрения возможной цитируемости, повышения цитируемости, поэтому, опять же, на это обращаем внимание. Если мы говорим о научных журналах, журналы бывают разные, бывают журналы научно-рецензируемый журнал, бывает журнал-рецензируемый ВАК. Друзья, вот здесь внимательно. Издательство, да, или там, издатели этих журналов очень часто, я не буду напрасно на них наговаривать, да, но очень часто подменяют понятие рецензируемый ВАК на просто рецензируемый журнал, еще не входит ни в какой перечень, особенно вот этот комментарий сейчас для начинающих авторов, да, вы смотрите на сайт, и там видите слово «рецензируемый», и у вас как бы раз, и вы галочку поставили, вроде бы все нормально. Нет, друзья, не все нормально. Нам нужно, чтобы он рецензировался ВАК, если вам такой статус публикации важен. Если вы просто хотите опубликоваться в научном журнале, вы пока не готовы к тому, чтобы у него был статус ВАКовского, просто внимательно все, о чем мы сегодня будем говорить по отношению к ВАКовским журналам, то же самое проверяйте у обычных журналов для подстраховки. Потому что если еще журналы, которые в перечень ВАК входят, все-таки их как-то там контролируют более-менее серьезно, если мы говорим о журналах, которые не в этом перечне, то здесь обжечься легко, особенно начинающим исследователям. Поэтому статьи, да, это самый большой объем публикации у вас будет, хоть для аспиранта, хоть для докторанта, вы будете просто выбирать место, где это будет, да, это будут материалы конференции, это будут журналы обычные или журналы рецензируемый ВАК. Припринт, это такое издание, которое в основном распространено в системе Российской Академии Наук, там публикуются такие, это брошюры такие. Соответственно, друзья, можно я пока сейчас в чат не буду смотреть, я вот этот раздел расскажу и посмотрю, хорошо? Чтобы просто не перебиваться и у вас, чтобы не сбивалась мысль. Значит, это более крупная публикация, это такая брошюрочка, очень похожая на ваш автореферат по виду будущей, да, соответственно, никаких регламентов относительно того, что аспирант или докторант обязан иметь такого вида публикацию, нет. Поэтому, если вы хотите или ваш работодатель, например, ну, стимулирует, чтобы подобные публикации, например, были у вас, да, ну, ради бога, пожалуйста. Просто, если, так, друзья, что-то тут у меня немножечко, прошу прощения, у меня что-то тут зависло. Значит, если же такого требования у вас нет со стороны работодателя, то ВАК это не требует. Поэтому вот этот вид публикации, вы просто знаете, что он существует, если он вам по работе нужен, вы его используете. Для диссертации он у вас не имеет принципиального значения. Ну и самый крупный научный труд – это монография. Это научный труд, который посвящен углубленному изучению вот этой темы, на которую вы пишете диссертацию. То есть, опять же скажу, что нет регламента, что считается монографией, то есть, с какого объема вот этот труд считается монографией. Я написала объем ориентировочный. Понятно, что он для разных специальностей, для разных там учреждений может быть разный, больше или меньше. У естественных там наук, у точных наук это может быть более короткий труд, у гуманитарных больше по объему. В данном случае речь идет о том, что это большой труд, большой, он несравнимо, значит, превышает объем статей. И вот здесь по монографии обычно возникают вопросы, особенно у аспирантов. Значит, надо мне или не надо, писать мне или не писать. Если писать, то мне писать авторскую монографию или в соавторстве и так далее. Поэтому в этом году в нашем цикле появился новый вебинар. Мы за время существования нашего проекта Директ Академии, мы такой вебинар не проходили. Но когда мы спрашивали темы, эта тема как бы показала, что она интересна, актуальна для наших слушателей. Поэтому если вас касается и интересует эта тема, то, пожалуйста, я вас приглашаю 16 марта на наш очередной вебинар в нашем цикле. Мы там будем говорить о монографиях. Сегодня о монографиях мы говорить вообще ничего не будем. Единственное, что я скажу, нет требований, требований жестких, чтобы ВАК принуждал иметь монографию как вид публикации. Вот только вот эту фразу я проговорю, чтобы у вас не было напряжения еще на очередной месяц, надо вам начинать писать монографию или нет. Для декторантов, да, возможно, это придется сделать, для аспирантов вероятность внизка этого, но все подробности на следующем вебинаре, чтобы мы сегодня не отвлеклись от тем. Далее. Так, вот, мы закончили с вами короткий блок, тут уже такая активная идет переписка. Я к чату сейчас обращусь, возможно ли сохранить на слайде. Владимир Анатольевич, конечно, ссылки все есть в открытом доступе на YouTube-канале Директ Академия. У них там огромное количество записей, пожалуйста, можно ее использовать и показывать без проблем. Марина Рудольфовна, презентации я не даю. Да, если нужно, можно сделать скриншоты. Хорошо, друзья, тогда движемся дальше. Значит, зачем нам публикация? Зачем? То есть, что вообще, какие типы публикации мы посмотрели? Опять же, в большей степени для начинающих исследователей, для тех, кто продолжает наиболее важные акценты. Итак, друзья, значит, на слайде представлены пять пунктов, по которым можно сказать, зачем нам публикация. Последние два – это не тема сегодняшнего обсуждения, хотя, опять же, да, я как экономист и как сторонник того, что все нужно делать продуктивно и эффективно, безусловно, вам рекомендую эти параметры, эти ваши запросы учитывать, да, как некие причины, которые стимулируют нас публиковаться. Но это для аспиранта и декторанта не, как бы, вот это вы никак влаг не показываете. Поэтому это, это как второстепенные, да, мы должны с вами приоритеты понимать, что главное, что второстепенные, иначе ваш путь затянется надолго. А нам нужно быстро, качественно и хорошо. Поэтому первое, самое главное, даже не требование, не выполнение требований, самое главное – это зафиксировать авторство на положение новизны. Скажу вам следующее, что в положении присуждения ученых степеней четко написано, формулировку можете посмотреть, я, может быть, сейчас недословно сформулирую, но суть в том, что научные результаты диссертационного исследования должны быть опубликованы в таких-то изданиях. То есть, вообще-то, по идее, ВАГ нам говорит не то, что мы, в принципе, должны публиковаться, ну, что-нибудь уж опубликуйте, да. ВАГ предъявляет требования к тем публикациям, которые содержат положение новизны. Причем, когда мы с вами не очень довольны, например, требованиям ВАГа, да, то много они хотят, то вот они требования меняют, то еще что-то. Ну, что называется, все познается в сравнении. Вот, например, у меня есть еще такое индивидуальное сопровождение аспирантов и докторантов, и одна из участниц, она из Белоруссии. И я очень хорошо представляю, у меня из некоторых стран, из разных стран есть люди, ну, вот, по крайней мере, мы с ней уже дошли фактически до процедуры защиты. Я очень хорошо понимаю тонкости, которые там есть. И когда мы говорим, что ВАГ у нас требует зафиксировать авторство на научное положение из диссертации в публикациях, мы с вами четко понимаем, но если вы четко не понимаете, я вам расскажу, что сличать вот это никто не будет пока. Потому что, например, в Белоруссии после каждого положения новизны вы обязательно должны поставить рядом публикацию, в которой это положение публиковано. То есть, если вы в своих публикациях просто их сделали для галочки, и там новизны нет, мало того, что вы рискуете, ваша диссертация будет висеть в свободном доступе, и очевидно, что если этой темой интересуются другие исследователи, то вашу диссертацию могут посмотреть и, собственно говоря, ваши идеи взять. И если вы их заранее не опубликовали, потом доказать, что это ваше, будет достаточно сложно. Ну и второй момент. Требования касаются не просто количества публикаций, а именно публикации новизны. Это я сейчас говорю про требования ВАГ. Если вы для себя определяете, что вы будете защищаться в диссертационном совете, который не под отчетен ВАГ, а который наделен правом давать документ свой, то есть я так их назвала, самостоятельные советы, да, сейчас перечень их известен, кстати, этот перечень наверняка будет расширяться, то вы должны четко понимать, что вы не ориентируетесь на положение присуждения ученых степеней ВАГ, потому что это для диссертационных советов, которые ВАГ как бы курирует, да, а вы должны на сайте организации, чей это диссертационный совет, найти их требования и выполнять требования вот этой организации, где существует подобный диссертационный совет. Забегая вперед, сразу же скажу, что там требования будут больше, жестче и так далее, потому что организации стремятся показать, что у них защита серьезная, да, трудно проходит, и поэтому они, ну и кроме того, по положению об этих диссертационных советах, у них минимальные требования должны соответствовать ВАГовским, то есть они не могут быть ниже ВАГовских, поэтому они на всякий случай делают выше. Поэтому здесь смотрите сами, то есть даже выбирая диссертационный совет, мы сами себе как бы создаем условия, в которых мы оказываемся. То есть надо ли мне более жесткие требования к публикации, ну, значит, я вот иду в этот совет. Не надо, значит, я выбираю ВАГовский совет. Ну, про выбор совета у нас с вами была встреча в прошлом учебном году. Ну, если кто-то из присутствующих прям совсем начинает свой путь, я рекомендую там посмотреть в записи, опять же, на YouTube-канале посмотреть вот этот вебинар. Ну, и третье, очень часто научные руководители или сам аспирант считают, что публикации ему нужны для того, чтобы... Это как тесто для диссертации, да, то есть как некие пазлы, кирпичики, как угодно, что я сейчас напишу публикации, потом их соединю, и у меня получится диссертация. Ну, вариант так себе, сразу же скажу, потому что сейчас при современной ситуации с проверкой работ на антиплагиат взять прям текст статьи, вставить в диссертацию и иметь нормальный результат у вас просто не получится. То есть по сути так сделать можно, но технически так делать нельзя. Поэтому мы, безусловно, понимаем с вами, отдаем отчет себе опять в том, что мы, когда готовим публикацию, мы как бы глубже разбираемся с каким-то кусочком своей темы. И в этом смысле я, например, должна себе отдавать отчет, что вот эта статья у меня, допустим, по первой главе у аспиранта, например, или по первому пункту первой главы у докторанта, то есть более мелко, потому что там много публикаций должно быть, да, когда вы примерно ориентируетесь, куда вы вот эту вот исследованную часть своей работы, куда вы ее потом будете использовать. Но использовать не напрямик, потому что некоторые медицинские говорят, так вы же сами сказали, что статьи можно использовать, но не напрямую. То есть сутевые вещи, естественно, просто так взять, скопировать текст не получится. Поэтому вот хотя бы исходя из этих трех важных ответов на вопрос «Зачем?», мы с вами и планируем дальше нашу деятельность. Опять же, смотрите, отвечая на вопрос «Зачем?», мы как бы предопределяем выбор журнала. Значит, если нам нужно с вами зафиксировать авторство на определенное положение новизны, конечно, в ваших интересах публиковаться в журнале из перечня вак. Почему? Потому что вы сразу же двух зайцев убиваете. Вы и новизну публикуете, и удовлетворяете требования вак, что новизна должна в их журналах быть опубликована. Но если, например, бывает такая ситуация, особенно, допустим, у докторантов, у вас новизна, назовем ее так, сырая еще, да, то есть вы ее только вот, только рожаете ее, она только-только формируется. И вы понимаете, что она вот ближе к защите, тем более у вас и путь длиннее, и публикации больше. И вы понимаете, что она еще может существенно измениться. И, соответственно, что мы делаем? Мы тогда берем изначально и публикуем этот материал в каком-то хорошем журнале «Ринз», да, который индексируется в «Ринз», чтобы, опять же, процитируемость на всякий случай не забываем, и все-таки, чтобы журнал, чтобы ваша статья вызывала какой-то интерес, и вы как автор все-таки продвигали свои научные идеи. А уже потом, когда вот новизна уже вот все, она сформировалась, то, соответственно, мы можем уже более продвинутый вариант опубликовать в журнале «ВАК». Почему не получится скопировать текст статьи в диссертацию из-за антиплагиата или по другим причинам? Владимир Анатольевич, ну, во-первых, из-за антиплагиата, безусловно, потому что, ну, у нас, опять же, был, да, вебинар по этой теме, я просто не хочу сегодня отвлекаться, у нас и так сегодня достаточно большие задумки у меня на эту тему, большая презентация, чтобы мы все успели, это первый момент, да, не пройдете вы антиплагиат, если вы просто возьмете и скопируете статью и вставите ее, даже если вы уберете введение, заключение, список литературы, оставите только, грубо говоря, тело, размер заимствования будет настолько высок, что вам это не позволит просто делать. Так, а у нас еще во вкладке вопросы, а, нет, тут просто приветствие. Вот, поэтому, да, ну, и кроме того, кроме того, еще есть другая причина, которая состоит в том, что, ну, смотрите, опять же, это может быть больше для докторантов, когда мы пишем публикации, мы как бы, ну, я не могу сказать присматриваемся к теме, да, но у нас еще все равно какое-то вот начало формулировок, у вас просто потом возникнет желание, этот текст написать более, ну, круто, если хотите, да, то есть уровень погружения в тему будет больше, понимание этих положений новизны будет больше, и, соответственно, многих просто, особенно докторантов, я сейчас, да, про них в основном говорю, просто не удовлетворяет уже текст, который был в статье, потому что к моменту подготовки диссертации они уже более продвинутые, и поэтому они этот текст и по собственному выбору тоже правят. Второй момент. Если мы хотим выполнить требования ВАГ, в любом случае, если самостоятельный совет, я уже сказала, смотрим его требования, если, значит, если мы смотрим советы под отчетный ВАГ, то мы все равно, друзья, должны примерно представить, есть ли требования у совета. Что это значит? Вот вы, например, подготовили диссертацию, приезжаете в диссертационный совет, уже все опубликовали, у вас все уже есть, абсолютно, автореферрат, диссертация, публикация, все есть, вы приехали в диссертационный совет, вам говорят, извините, а у вас только вот столько-то публикаций, мы не можем взять вашу работу, что или у вас все публикации в одном журнале, мы не можем взять вашу работу. То есть эти требования, конечно, не прописаны, чаще всего. Это требования, которые вам надо раскопать. Как это сделать? Ну, посмотрите работы, которые защищались в этом диссертационном совете. В некоторых диссертационных советах, особенно в самостоятельных, есть не просто рекомендации или требования, а есть прям списки так называемых желательных журналов. То есть сам диссертационный совет отбирает журналы, которые они по своей специфике считают авторитетными и, соответственно, не то чтобы рекомендуют, а они будут проверять, вы в этих журналах опубликовались или нет. Второй момент, вот то, о чем я начала говорить в примере. Некоторым диссертационным советам география не важна. Вот вы опубликовались, у вас есть, например, в УЗИ ВАКовский журнал, и вы все публикации сделали в этом ВАКовском журнале. И им без разницы, их устроило количество есть, там, публикации нормальные, ну и все, и хорошо. А другой, например, диссертационный совет не устроит. Они скажут, где у вас география публикации, да? И поэтому вот здесь тоже надо посмотреть на работы защищающихся в том или ином диссертационном совете. И это вам как какой-то знак, да, как показатель того, что с вас-то будут требовать. Ну и, конечно, когда мы говорим о количестве и качестве публикации, количество, понятно, либо регламентируется ВАК, либо регламентируется диссертационным советом самостоятельно присуждающим ученую степень. Но что касается качества, если ВАК нам регламентируют только публикации из перечня ВАК, то некоторые диссертационные советы, даже не самостоятельно присуждающие ученой степень, могут сказать. Мы вас без монографии не возьмем, докторанты, что называется, мотайте на уст, да? Мы вас там без иностранных публикаций не возьмем и так далее и тому подобное. Причем в некоторых советах вам скажут не просто публикацию в международных базах нужные, да, а им нужно, чтобы этот журнал был иностранным. То есть не устроить журнал российский, который ходит в эти базы. И вот это вы можете, да, нужна разведка, да, если вы не можете в этом диссертационном совете, это не ваш совет, вы там не работаете в этом учебном заведении или научном, да, ну, значит, придется вот этот мониторинг делать. На курсе мы подобные мониторим. Продолжение следует... Друзья, я к вам вернулась, ой, сколько у меня тут оказалось уже пролистанных. А, видимо, уже началось какое-то зависание, поэтому у меня немножечко... Да, все в порядке. Татьяна, благодарю. Так, тут вопрос был, чтобы я его не пропустила. Алексей Александрович спрашивает. На том вебинаре же говорили, что диссертация не проверяется антиплагиатом, и что все содержимое должно быть опубликовано. Алексей Александрович, на каком вебинаре я не говорила, что диссертация не будет проверяться. Диссертация в обязательном порядке будет проверяться на антиплагиат. Более того, вы будете получать документы проверки. Мы об этом говорили и о сложностях, и о сложностях говорили, какие могут быть. Более того, подчеркивали о разных сложностях в разных специальностях. То есть, может быть, вы не тот вебинар имеете в виду. Я просто на будущее, может быть, просто ссылочку возьму на следующую встречу, напомню, что это был за вебинар. Итак, движемся дальше. Если мы говорим о том, что каждая наша публикация будет неким пазликом, который мы потом ставим в текст, то что это для нас означает? Это означает, что наша задача главная не опубликоваться в каком-то крутом журнале или в журнале ВАК. Наша задача главная осмыслить кусок темы. И поэтому тут требования, технические требования к журналу, вообще к размещению статьи, можно снизить. То есть, получается, что вообще-то вы публикуетесь просто заодно. Вообще-то вы хотели изучить вот этот кусок темы, но почему бы его не опубликовать? И вот у вас возникли новые идеи, и вы хотите его опубликовать, и вы это делаете. И кроме того, вот как раз то, о чем уже разговор в чате начался, то получается, что если мы рассматриваем статью как некий кирпичик, то это, естественно, не нужно понимать, что это прям прямое включение. Ни в коем случае. Опять же, повторяю, что посмотрите вебинар про антиплагиат, и вроде бы, по-моему, может быть, Татьяна меня поправит. Мне кажется, представители антиплагиата проводили для Директ-Академии вебинар. Может быть, там что-то еще полезное можно посмотреть, но абсолютно точно не так. Так, говорили. Выходит, что монография по диссертации и диссертации должны иметь разные тексты. А Владимир Анатольевич, да, выходит. Вот как-то грустно и страшно не звучит. Страшно, потому что, ну, представьте, да, я сказала, что это 10 печатных листов. Люди, понимающие, сразу включили в голове калькулятор, посчитали, сколько это страниц, и представили, что это, в общем-то, половина докторской диссертации, как минимум, да. И, в общем, грустно. Но мы про монографию в следующий раз поговорим, и я постараюсь снять вот этот страх у докторантов, потому что, ну, реально, есть инструменты, как себе помочь. Но не сегодня, друзья. Виктория Александровна, подскажите, когда следующий курс? Следующий курс технологии успешной подготовки диссертации будет в мае. В мае. Если для кого-то актуально, приглашаю. Еще дальше. Теперь про количество. Опять же, про количество нам кажется, боже мой, да мы все знаем. Наталья Матесовна сегодня ничего нам нового не рассказывает. На самом деле, моя задача акцентировать ваше внимание на некоторых моментах. Первый момент. На текущий момент, да, на текущий момент. Для защиты докторской диссертации по одним специальностям не менее 15, в остальных областях не менее 10. Я не буду перечитать специальности, они на слайде есть, вы их видите. Суть подчеркнула, да, не менее 15. То есть мы не ориентируемся на это как на 15. У вас должно быть не 15 публикаций или не 10, если вы в остальных отраслях. У вас должно быть 16, 17 и так далее. Почему? Опять же, вспоминаем, это требование из положения, которое ВАГ как бы озвучил, да. Но у нас есть еще же диссертационные советы. Диссертационные советы сейчас находятся в жутком стрессе, потому что если постоянно мониторят, спрашивают, зайдите на сайт ВАГ, там есть такие черные письма, да, советы, которые еще не начали загружать отчет такого-то числа. Советы, которые не начали загружать такого-то числа, то есть их мониторят постоянно, поэтому советы не захотят пойти по уровню некого минимума. Ну и что, что ВАГ сказал 15, будьте добры иметь какой-то резерв. Более того, здесь речь идет, из-за того, что это слайд про количество, я не стала загромождать информацию, которая в положении написана выше. Ну там четко написано, что это научные положения, научные результаты должны быть изложены вот в этих публикациях. Но у вас еще могут быть другие публикации, не ВАГовские, и в основном, если вы посмотрите требования диссоветов, такие негласные, да, когда вот вы мониторинг будете делать, о том, о чем я сейчас только говорила, то вы посмотрите, что на самом деле в докторских диссертациях не 15 публикаций, а 30, 40, 50, да. Это не ВАГовских вообще в принципе. Если вы посмотрите там кандидатские, например, работы, то если ВАГ требует не менее трех, не менее двух, то там их может быть и 5, и 10, и больше. Поэтому, когда мы с вами планируем публикационную активность аспиранта или докторанта, то есть себя, да, прежде чем это сделать, чтобы вы сделали это осознанно, посмотрите, пожалуйста, на то, какие вот эти результаты в этой области показывали те люди, которые защищались в вашем диссертационном совете. Почему некоторые диссоветы требуются искать для кандидатских, кроме... Дмитрий Валерьевич, огромное спасибо за вопрос, мы сейчас к этому перейдем, я чуть-чуть попозже отвечу на ваш вопрос. Значит, смотрите, вот то, о чем, буквально через два слайда, да, вы вовремя его очень задали. То есть, смотрите, вот то, о чем мы сейчас сказали, это текущие требования. Но, но, вообще-то это дело, вот я вам прямо, конкретный титул документа, да, подписанного, более того, это документ июньский, то есть уж полгода прошло, больше даже, да. Так вот, содержание этого документа, оно переносится еще чуть ли из рекомендаций конца 2018 года. То есть, о чем это я? О том, что ВАК когда-то в 2018 году сказал, сейчас я покажу, что сказал. Сначала просто сказал, что неплохо было бы... Давайте посмотрим на следующий слайд. Неплохо было бы, вот то, о чем задал вопрос Дмитрий Валерьевич, иметь еще публикации, вот не только бы ВАКовские, да. Сначала он так сказал, потом он говорил, что вообще-то надо бы как-то количественно их определить. И вот постепенно эта идея, вот то, что мы говорим, сейчас количественные ограничения вводятся, да, стала, преобразовалась вот в то, что представлено на слайде. То есть, это утвержденные рекомендации, единственное, они еще пока не внесли это официально в положение о присуждении ученых степеней. Мой прогноз, что это произойдет, скорее всего, в июне 2020 года по очень простой причине. Там будет еще один важный сюжет, о котором я сегодня расскажу тоже, который повлияет на всех аспирантов однозначно просто. И поэтому я прогнозирую, что это произойдет в июне, что июнь это будет такой месяц перемен, да, достаточно серьезный. Так вот, смотрите, что, какие изменения нас ожидают. То есть, я почему говорю про эти изменения, потому что здесь в решении, в рекомендации, да, есть даже даты, с которых вступают эти требования. Так вот, поэтому, да, отвечая на вопрос Дмитрия Валерьевича, сразу же скажу, что диссертационные советы, они же тоже не на небитаемом острове живут, они этой информацией владеют. И они понимают, чтобы не остановилась их деятельность, когда будет принято вот это решение, они уже заранее докторантам особенно, да, говорят о том, что друзья, необходимо, да, потому что иначе вы вообще там, какие угодно у вас будут, значит, изыскания научные, какие бы у вас там ни были результаты, вы просто не выйдете на защиту. И поэтому, смотрите, друзья, если вы готовите докторскую диссертацию, да, и сейчас там в середине, например, пути, сразу смотрим по своим специальностям требования, они будут приняты в обязательном порядке, в этом, чуть-чуть другой редакции, может, не с сентября, может, с декабря сделают, или с 1 января все сделают, да, но то, что они будут приняты, это точно, потому что уже примерно год никто об этих, вот об этих публикациях не забывает, то есть они немножечко зависли, они просто все разом, я думаю, хотят внести изменения, и те, которые планируются тоже на июнь 20-го, я думаю, что это будет сделано все одновременно. Поэтому, смотрите, по кандидатским диссертациям здесь меньше отраслей науки, где вводится публикация, но диссертационные советы практически по всем специальностям уже говорят, публикацию необходимо иметь. Поэтому пока, да, можно думать и делать вид, что, ну ладно, я когда-нибудь потом, но я вам настоятельно рекомендую озадачиться этим вопросом, если вы не успеете защититься до конца 20-го года, потому что сработает, как только это требование, сами представляете, сколько исследователей побегут в эти журналы, что там опять будет происходить в этих журналах, сколько времени вы будете там ждать и так далее и тому подобное, поэтому здесь лучше все заранее. Так, опоздал план вебинара, есть где презентация. Олег Васильевич, презентация на экране, презентацию домой я не даю. Запись вебинара будет на канале Директ Академии. Значит, выбор места публикации, вот как раз то, что нам необходимо понимать, как мы выбираем журналы, на что мы ориентируемся для того, чтобы не растеряться. Значит, опять же, требования, еще и еще бесконечное количество раз буду повторять, чтобы вы не забыли об этом, что это не просто требования вам. Каждый диссертационный совет, это, знаете, как, типа девушки, которые там одной цветы надо, другой конфеты, да, то есть какие-то каприски, они есть. И поэтому эти пожелания диссертационных советов мы тоже учитываем. Итак, в любом случае, это три категории, да. Первая, это журналы из перечня ВАК в обязательном порядке, в каком бы диссертационном совете вы не защищались. Кстати, ВАК все время, он прям вот как будто читает программу наших с вами встреч, потому что как только у нас соответствующая тема, он нам сюрприз обязательно готовит. И вот, в общем-то, новый перечень подготовили, 4 числа приняли, и, соответственно, в этом новом перечне 2641 журнал. Мы раньше с вами в прошлом году, вообще, когда был мониторинг и оценка журналов из перечня ВАК, очень беспокоились, что, ой, сейчас весь перечень они нам порежут, порубят, публиковаться будет негде. На самом деле, количество журналов добавляется. Поэтому вот здесь, если вы посмотрите динамику, то количество журналов постоянно растет. Второй момент, то, о чем мы говорили, свои журналы, то есть либо диссертационный совет функционирует при учебном или научном заведении, где есть свой ВАКовский журнал, тогда, конечно, желательно в нем иметь публикату. Либо вот те самые списки, которые, значит, даются прямо на сайте диссертационных советов. Ну и раз мы с вами говорим, что это дело времени, когда мы начнем иметь такое требование, что у нас должны быть публикации из международных баз данных, да, в изданиях из международных баз данных, соответственно, мы ориентируемся хотя бы для начала на российские журналы. Последний перечень этих журналов, входящих в эти базы, содержит 999 российских журналов. Далее. Значит, как мы выбираем место публикации? На самом деле вариантов поиска места масса. Моя задача сегодня состоит вам объяснить самые простые места для того, чтобы вы смогли это сделать самостоятельно. Значит, так, сейчас я попробую. Видно курсор? Значит, смотрите, если мы пользуемся возможностью e-library, каталог журналов, заходим, и если мы с вами просто ищем журналы, когда, например, подбор литературы осуществляем для других целей, мы вот на эти с вами ячеечки, собственно говоря, не всегда заглядываемся. А вот когда мы ищем с вами журналы для публикаций, мы с вами четко должны посмотреть, где у нас этот журнал значится. И мы с вами смотрим. Вот они, пожалуйста, Web of Science, вот они, пожалуйста, входящие в RINs, вот скопус традиционно, там, где нас просят иметь публикации, да, и вот единственное, здесь нужно поставить галочку, и если, а вот здесь выбирается, вы нажимаете на открывающийся списочек, и там все становится понятно, да, и здесь нужно поставить галочку, если журнал должен входить в ВАК, вы хотите такой журнал иметь. Значит, бывают дополнительные пожелания, когда, например, ну, вы хотите, опять же, убить двух зайцев, вам надо вроде бы как просто ВАКовскую публикацию, но работодатель вам говорит, а для эффективного контракта важно, например, иметь в ядре RINs публикации. То есть здесь для нашего удобства есть вот тоже такая, такой фильтр, и мы можем здесь тоже, поставив галочку, определить, попадает в ядро RINs наш журнал, или не попадает. Соответственно, естественно, если вы везде, везде все выберете, галочки поставите, безусловно, сервис взмолится, скорее всего, но разумно, да, исходя из наших требований, ставим и определяем те журналы, которые нас интересуют. Что касается ядра RINs, понятно, что большинство из вас знают, для тех, кто не знает, я буквально три слова об этом скажу, значит, у нас достаточно большое число российских научных журналов существует, и вот этот рисунок и схема из самого сервиса RINs, они показывают, какое соотношение, то есть из пяти тысяч российских научных журналов только тысяча попадает в ядро RINs, и, собственно говоря, самое главное, где не нужно допускать путаницу, те журналы, которые входят в ядро RINs, они не обязательно индексируются в Web of Science, нет. Эта схема показывает, что они находятся на платформе Web of Science, да, то есть их видят читатели, но как попасть в этот каталог журналов на самой e-library? Можно просто в поисковике написать название e-library, или вот прям вот это e-library.ru завести в адресную строчку, и вы туда попадете. Или вы имеете в виду журналы, которые ядро из себя представляют. Владимир Анатольевич. То есть, понятно, смотрите, друзья, по этой схеме нам что понятно? Что вот эти журналы, в эти журналы, да, безусловно, сложнее попасть. Безусловно. Предыдущий слайд. Что здесь в предыдущем слайде нам? А, вот на эту карточку вы, когда заходите на сервис e-library, слева такой столбик всевозможных менюшек, куда мы можем зайти. И одна из них, строчечка, так и называется каталог журналов. Вы нажимаете, и появляется вот такая карточка. Теперь, что нам нужно сделать для того, чтобы не потерять свою публикацию в будущем? Значит, нам нужно придерживаться определенных этапов. То есть, чтобы нам не попасть в журнал «Хищник», как их только не называют, мусорные журналы и так далее и тому подобное. Значит, во-первых, мы должны с вами двигаться не в смысле, чтобы, ой, сначала бы мне в мусорный журнал не попасть. Нет, мы сначала по сути с вами отбор делаем. Первое. Отбираем журналы сначала по той базе, которая нас интересует. Если ВАК, значит, по этой базе отбираем журналы. Если вам Скопус или Web of Science нужны, значит, там отбираем. Если вам другие системы цитирования нужны, значит, мы сначала отбираем журналы там. То есть, мы сначала находим журналы, которые нам нужны в принципе, которые нам интересны. А вот потом мы начинаем с вами журнал проверять. Проверяем по перечням. Есть перечень журналов, входящих в ВАК, есть перечень журналов, входящих, индексируемых в Скопус. И, соответственно, мы, если уж вы прям хотите четко быть уверены, не верите вы никаким сервисам, вы хотите именно по перечню проверить. Пожалуйста, скачиваем перечень через, когда это обычно документы, которые позволяют осуществлять в них поиск, когда через функцию поиска вводите название вашего журнала и находите его в этом перечне. Если он есть, прекрасно. Если его нет, возможно, вы неправильно ввели журнал. Может быть, у него более короткое название. Может быть, наоборот, он расшифрован. То есть, сразу паниковать не надо. Перечень нужно просто посмотреть. Самое главное, это проверяем все, что касается публикаций, именно на сайте журналов. Для того, чтобы на этот сайт, на реальный попасть, есть несколько вариантов. Первый вариант, это когда вы ищете сайт по АССН. То есть, вы вводите цифры, и вам просто обычный поисковик сразу же выведет вас на этот сайт. Либо, если вы, например, ищете через e-library, то на e-library там есть прямая ссылка на сайт журнала. Вот вы туда заходите. Если вы ищете там Scopus или Web of Science, там тоже есть иногда прямые ссылки, иногда нет. Тогда ищем, копируя вот эти цифры. На что мы обращаем с вами внимание? Значит, пока мы с вами являемся аспирантом и докторантом, я вам не рекомендую большое внимание уделять публикациям в очень крутых журналах. Почему? Потому что это очень долго. Это долго, трудно, и, соответственно, вы как бы свой путь, вот этот, по подготовке диссертации, вы этими публикациями затягиваете. А наша задача с вами диссертацию подготовить, чтобы она была актуальна, чтобы она не потеряла актуальность. Пока там целый год вы будете публиковаться в этом журнале, у вас уже какие-то наработки за год могут потерять актуальность. Поэтому я даю такую рекомендацию не для того, чтобы упростить, или там, я не знаю, как-то еще что-то, да, там, упростить ваш труд, например, да, что вот недостоин, там, допустим, ваше исследование. Ни в коем случае. Я именно с технической точки зрения, для того, чтобы укоротить время, я рекомендую адекватные журналы выбирать, с адекватным импакт-фактором журнала. Если мы говорим про ваковские журналы, что является адекватным импакт-фактором? Например, у членов диссертационного совета, членов диссертационных советов предъявляются определенные требования к их публикации. Так вот, для ориентира можно взять тот импакт-фактор, который им рекомендуется, не ниже 0,5. Соответственно, все, что выше 0,5, я про ваковские журналы сейчас говорю, не про иностранные, это как бы посильнее, посерьезнее, да, уровень. Значит, если ниже, то, соответственно, Владимир Анатольевич, прошу прощения, давайте будем говорить, что этот журнал там серьезный, авторитетный, еще какой-то, да, у меня в презентации не всегда есть такой академический акцент, да, но тем не менее. Моя задача, чтобы вы меня услышали. Второй момент. Мы смотрим требования к статье. Что здесь я имею в виду? Одним из требований является объем публикации. Если вы аспирант, посмотрите, вдруг там требуется публикация размером там огромным, 15-20 страниц, возникает вопрос, зачем вам такая большая публикация сейчас? Посмотрите, может быть, есть журналы, которые могут предоставить вам возможность опубликовать свои научные результаты на меньшем объеме. И это вас удовлетворит, потому что ВАГ не предъявляет специальных требований к объему печатных листов, опубликованных вами. Он к количеству, сколько штук в печатных листах. Вы указываете в автореферате объем в печатных листах, но его никто не измеряет. Много или мало, такого критерия нет. Еще один важнейший момент. Сроки рецензирования. Сроки рецензирования тут, как бы, с двух точек зрения нужно посмотреть на эти сроки. С одной стороны, если вы видите, что в журнале написано, что срок рецензирования там более полугода, ну, понятно, что, значит, эта публикация тоже затянется. А представьте, если вы докторан, вам надо иметь минимум 15 ваковских публикаций, а вы нашли журналы, у которых вот такие сроки рецензирования. Так вы полжизни будете тогда писать это все. С другой стороны, если вы зашли на сайт журнала, и там написано, что у вас статью через 5 дней уже опубликуют, и что у них прям вообще, я не знаю, рецензирование на высшем уровне, да, у них какие-то типа правила даже рецензирования там есть, но из этой сути понятно, что статья будет очень быстро опубликована. Это должно вас навести на тревожные мысли. Значит, этот журнал реально не рецензируется, потому что, можете спросить у любого человека, который рецензирует для какого-то журнала статьи, он вам сам скажет, что, смотрите, статья поступает в журнал, значит, ее должны определить, сначала ее приняли, определили, кому она из рецензентов по тематике подходит. С этим рецензентом связываются, допустим, мне приходит письмо, уважаемый телемодестер, к нам в журнал поступила такая-то статья, имеете ли вы возможность там та-та-та-та-та. То есть сначала переписка, потом я даю или не даю согласие, потом, естественно, мы должны понимать, что рецензент, он не сидит и не ждет вашу статью, да, у него есть своя жизнь, свое расписание какое-то и так далее, то есть ему требуется какое-то время. И поэтому представить, что в научном журнале рецензирование может пройти за неделю, это очень сложно. Это серьезно, коллега дала статью, скопусовский журнал в марте прошлого года, еще рецензирует. А, ну, скопусовские журналы, да, Татьяна, это вот ровно то, о чем я и говорю. И как раз именно поэтому привлекаю ваше внимание, что если вы увидели на этом слайде, что вы попадаете, что ваши специальности попадают уже, да, а там еще и есть квартели, да, для некоторых специальностей, то, естественно, мы это учитываем, потому что чем выше уровень журнала, тем дольше все это будет. Какие могут быть странности? Странности – это то, что как раз такие звоночки, которые должны вас насторожить. Например, если на сайте журнала очень мало информации вообще о самом журнале, о том, кто там входит в редколлегию, например, да, каких-то малотребований вообще, ну, просто пришли статью и все. Если сразу есть какие-то координаты для платежа, то есть вот эти вещи, они должны вас насторожить. И, естественно, когда вы одновременно несколько сайтов, журналов просматриваете, то вы на сравнении сразу же поймете, где что-то вас потревожило. Ну, и, естественно, когда мы с вами уже подобрали журналы, да, из какого-то вот большого массива, мы с вами должны посмотреть архивы журналов или текущие номера для того, чтобы понять, какова специфика этих статей. То есть, чтобы мы понимали, понятно, что есть направление журнала, но некоторые журналы, ну, допустим, журнал, с которым я сотрудничаю, у меня одна коллега говорит, вот можно вот в этот журнал разместить ВАГовский, можно туда разместить мою публикацию. Публикация прекрасная. Там научная новизна зашкаливает. Во всех конференциях, где человек участвует, там просто вообще восхитительные отзывы относительно этого, да. Я направляю статью, это знакомые мои люди, я направляю статью с вопросом, можно ли, значит, разместить вот такую статью. Мне редактор отвечает, Наташа, статья прекрасная, но мы ее не возьмем, потому что у нас, ну, вот сейчас там у нас такие-то планы, и, соответственно, мы должны брать статьи там, чтобы был матапарат, чтобы были расчеты и т.д. и т.п. А эта статья классная, но она и по теме подходит. Она не подходит по сути. То есть по сути того, что там очень много установочных каких-то вещей, новизны много, но она не расчетная. Поэтому вот такие вещи, вы посмотрите, это тоже очень важно, чтобы, что называется, попасть в точку. Ну и еще один момент вот про рецензирование, да. Смотрите, на e-library есть такой списочек, журналы, которые должны предоставлять рецензию в РИМС. Что это означает? Эти журналы, когда в РИМС была очистка, они попали в категорию помеченных, да, то есть за ними теперь идет наблюдение, насколько они достойны находиться в РИМС. И эти журналы на неопределенное время, их 16, я сегодня этот список проверила, он актуальный. Эти журналы я вам не рекомендую для публикации. Почему? Потому что в любой момент из этого перечня этот журнал может оказаться в перечне исключенных. Зачем вам, значит, здесь вот такие риски? Поэтому если вы выбираете журнал, посмотрите, не входит ли этот журнал в какие-то списки исключенных. Так, Владимир Анатольевич спрашивает, можно ли считать рецензируемые все журналы, входящие в РИМС, и в РИМС принимают только рецензированные публикации. Давайте на два момента разделим. Значит, в РИМС находятся разные издания. Там есть не только журналы, вот вы как раз написали, но и сборники научных работ и так далее. Смотрите, давайте начнем с простого. Материалы конференции. Кто знает, давайте, вот мы в реальной жизни живем, давайте реально говорим, кто знает, кроме организаторов конференции, рецензировались эти статьи или нет? Да, в информационном письме написано, что они рецензировались. Как они рецензировались, кем они рецензировались, очень сложно сказать, особенно когда, например, в материалы конференции поступают 200, 250 и так далее, и больше статей. Я сомневаюсь в качестве рецензирования этих работ, тем не менее материалы конференции есть в этом сервисе. Второй момент. Если мы говорим о журналах, это как раз тот же, о том же вопрос, о чем я говорила в самом начале, что есть просто рецензируемые журналы. Это означает, что этот журнал берет на себя обязательства посмотреть эту статью, прорецензировать эту статью и в случае, если она плохая, ее отклонить, либо если она хорошая, опубликованная. Но он просто рецензируемый, он не рецензируемый в АК. А что касается рецензируемых ВАК журналов, то сейчас, вот как раз мы подошли, опять же, очень-очень вовремя задан вопрос. А сейчас как раз я про них и проговорю. Значит, если мы с вами выбираем журнал ВАК, потому что это всем аспирантам и докторантам потребуется, что мы самое, главное, опять же, учить вас выбирать из перечня. Не вижу смысла, наверняка каждый из вас умеет это делать, поэтому просто акцентирую внимание на самых важных моментах. Значит, понятно, можно искать в e-library через каталог журналов, можно искать прямо в перечне. Когда мы ищем в перечне, мы видим самую полезную, нужную для нас информацию. Какую? Мы видим специальность, по которой этот журнал является ВАКовским. То есть говорить о том, что журнал ВАКовский, просто ВАКовский, это неграмотно. Почему? Потому что он ВАКовский по определенным специальностям. И сейчас ВАК четко установил, какой журнал, по какой специальности является ВАКовским, и это в перечне есть. Поэтому вот это соответствие мы с вами должны посмотреть. А есть ли моя специальность, по которой я собираюсь защищаться, в этом перечне для этого журнала является ли он ВАКовским для меня? Это первый момент. И второй момент. Я вас пугала июнем, ну, точнее говоря, информировала, что в июне 2000 года мы ожидаем очень серьезных изменений. Вот об этих изменениях я еще говорила в прошлом году, когда мы в начале учебного года в нашем курсе, вот в цикле этих вебинаров проводим вебинарную тему, каких изменений нам ожидать. Вот еще год назад я вам говорила о том, что номенклатура специальности поменяется. Так вот, в декабре 2019 года этот вопрос рассматривался, номенклатура, над номенклатурой уже работают, и, соответственно, в июне 2020 года на очередном заседании ВАК эта номенклатура будет принята. Что это для нас значит? Это значит некоторые вещи. Если вы уже почти готовы защищаться, ускоряйтесь по максимуму просто, чтобы еще, что называется, старый вариант номенклатуры успеть впрыгнуть. И если вы только-только начинаете свой путь, сделайте паузу, дождитесь, по публикациям я имею в виду, да, изучайте литературу, составляйте план работы, там консультируйтесь с научным руководителем, начинаете проводить исследования, делайте что-то, но пока не публикуйтесь. Почему? Потому что, возвращаясь на предыдущий слайд, друзья, что такое номенклатура? Номенклатура задает вот эти цифры перед названием нашей специальности. И вот эта номенклатура, она поменяется. То есть это очень серьезная штука. Посмотрим, конечно, как это будет реализовано. То есть, может быть, это будет не такое существенное изменение, хотя по той информации, которая поступает, понятно, что это будет не такое, не игрушечное изменение, а достаточно серьезное. Соответственно, на что мы с вами должны обратить внимание, когда мы занимаемся отбором журнала ВАГ? Во-первых, что перечень постоянно меняется. И вот 4 февраля новый, очередной новый перечень вышел, он есть на сайте ВАГ. Я его сегодня в группу опубликую. Свою группу, которую я веду, она открытая. Кто-то из вас уже там присоединился к ней. Диссертация в стиле рок-н-ролл, эта группа называется, она находится на Фейсбуке. Значит, второе, что мы по журналам, вот как раз отвечая на вопрос про рецензируемые и нерецензируемые. Смотрите, что произошло. Между РИНС и ВАГ произошел конфликт. И если раньше все абсолютно журналы, имеющие статус ВАГ, то есть рецензируемых ВАГ, они все были РИНС-журналы, то сейчас ВАГ принял решение, что это необязательное условие. И есть журналы, которые там в РИНСе не индексируются, они прям исключены, да, но ВАГовскими являются. Поэтому вот здесь очень внимательно на это обращаем пристальное внимание. Следующее, про импакт-фактор. Говорила, да, импакт-фактор есть хоть у российского журнала, хоть у зарубежного журнала принцип один и тот же. Чем выше импакт-фактор, тем сложнее попасть в этот журнал. Попасть во всех смыслах, пройти рецензирование, вообще, чтобы вашу статью на рецензирование в принципе взяли. Поэтому здесь смотрите, обращайте внимание на этот показатель, потому что для аспиранта и докторанта он принципиального значения не имеет, он может быть не очень высокий. Сроки рецензирования и публикации статей зависят от вашей специальности очень сильно. У меня есть участники программы, которые, допустим, они подготовили публикацию, работали над ней, все сделали. Человек отправляет в качестве домашнего задания, мы определяем отправить, написать письмо и так далее. И уже буквально через полтора месяца в ближайшем же номере статья выходит про ваковскую публикацию сейчас говорить. Есть участники, с которыми мы находим эти журналы. Причем в журналах, например, написано 3 месяца рецензирования, а когда связываешься с этим журналом, оказывается, что этот ток уже более длинный. И они не гарантируют, что вы рецензирование пройдете и попадете в ближайший номер журнала, потому что в некоторых журналах есть так называемые тематические номера. И если ваша статья не подходит в ближайший тематический номер, то, соответственно, она и не попадет в ближайший номер, несмотря на то, что она рецензирование прошла. Что касается международных баз, давайте сейчас быстренько посмотрим. Так, 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 большинство печатают с пометкой в авторской. Да, да, Ольга Георгиевна, я согласна с вами абсолютно. Название группы на Facebook. Татьяна, большое спасибо. Что подстраховали меня, написали. Так, номенклатура поменяется. Соответственно, те, кто хотел получить звание доцента, касаются тоже. Правильно? Есть те... Ну, опять же, смотрите, доцент не такая прямая связь, да, потому что у нас доцент по кафедре. И здесь такое... Ну, я не хочу сказать, что это трагедия, друзья, но это очень серьезные изменения, которые... Я не случайно уже целый год говорю о том, что пишем быстрее, пишем быстрее, да, потому что изменения, которые нас ожидают в ближайшее время, они достаточно существенные. Они достаточно существенные. Ну, и давайте быстренько по международным изданиям пробежимся. В чем там вообще сложности, почему вдруг нам как-то какие-то трудности возникают. Во-первых, опять, самое главное, да, сегодня у меня не стоит задача научить вас публиковаться в международных, в изданиях и в международных баз, а акцентировать ваше внимание на суть, на что там нужно обращать, опять же, внимание, да. Первое, самое главное, если вы ищете место публикации для того, чтобы выполнить требования ВАК, то вам единственное место, где нужно искать это издание, это список, который представлен на сайте ВАК. Информация, вот ссылка есть на сайте, на слайде, прошу прощения. Вы заходите в этот список и, соответственно, в нем находите то, где вы будете публиковаться, потому что только из этого списка ВАК зачтет вам, прошу прощения, ВАК зачтет вам публикацию как за международную, потому что, видите, да, здесь все четко указано. Тоже, вот там единственное, на Фейсбуке нельзя несколько документов предложить к одному посту. Я выложу этот список для того, чтобы вам проще, не нужно было его искать. Очень много рассылок в сети интернет с предложениями опубликоваться в зарубежных журналах с высоким импарт-пактором. Более шести, там приводится перечень топ-10 из них, но они не входят в базы, насколько оправданы публикации в таких журналах. Смотрите, Владимир Анатольевич, я не рекомендую связываться. Я вообще так в большей степени за самостоятельность, потому что, да, у вас могут быть какие-то консультанты, может быть, там кто-то вам помог что-то оформить технически. Ну, все мы живые люди, можем какую-то помощь себе позволить. Но сутевые вещи, я за то, что нужно делать самостоятельно. И обзор журнала – это очень существенная работа по сути. Чтобы не получилось так, что вы заплатили деньги вот этим компаниям, тем более все, что связано вот с этими масштабными рассылками, это чаще всего то, что потом не приводит к результату. То есть, грубо говоря, люди у вас забрали деньги, и даже вам большое спасибо за это не сказали, да, они там или пропали, или опубликовали в каком-то журнале, который вам не подходит. А вот как раз для того, чтобы понять, а какой журнал вам подходит, да, вот мы сейчас как раз пошагово прям пройдем. Внимательно смотрите на это, смотрите на это, чтобы вы сами могли себя подобрать. Елена Ивановна. Ой, Елена Ивановна, добрый день, очень приятно. Путеводитель. Спасибо большое, Елена Ивановна. Да, мне приятно показывать дорогу, это важно. Смотрите, значит, международных баз данных, несмотря на то, что на слуху у нас корпусы WebScience, и наши работодатели, можно, такое иногда возникает ощущение, что они только эти базы знают, да, и они постоянно на них, к ним нас отправляют, но на самом деле баз больше. И если вам, в принципе, нужны международные публикации, международных базах, это совсем не обязательно, должны быть корпусы WebScience. Я вам на предыдущем слайде показала, посмотрите список, там есть журналы, которые в других базах индексируются, в которые проще попасть, но они вам, например, по вашей специальности прекрасно подходят. Используйте эту возможность. Если же речь идет о том, что нужно журналы именно в скопус или в WebScience, то я на слайде сделала вам название этих баз и ссылки, на которые можно пройти для того, чтобы по этим базам поискать журналы конкретные. В WebScience то же самое, несмотря на то, что там сменилось, ну это давненько уже произошло, сменилась компания, которая теперь управляет. Этой системой все остальное в силе, поэтому регистрируемся и на этом сайте ищем. Значит, я хочу, чтобы мы с вами проишлись такой небольшой алгоритм, на что обращать внимание, и я вам на примере журналов скопуса покажу, где, какие есть сложности, то есть на что мы должны с вами обращать внимание при поиске этих журналов. Неважно, какая у вас будет база, это везде надо обращать внимание, я просто в качестве примера беру. Значит, смотрите, вот из двух сайтов, которые я вам дала по скопусу, второй сайт для поиска, ну мне лично нравится больше, я не настаиваю на том, что это так, я на нем вам пример привожу. Итак, значит, когда вы заходите на этот сайт, у вас там есть возможность поиска. Я специально сделала маленькие картиночки, вы когда туда зайдете, вы каждую из этих картиночек увидите, потому что экран очень большой, и тогда будет очень-очень мелко, если весь экран выносить на слайд. Так вот, смотрите, первая трудность, с которой сталкивается человек, который начинает искать журналы для, из международных баз. Мы с вами, и сейчас я вам только показала, да, что у нас вот есть ваковский журнал, и напротив него есть специальности, специальности. И нам как бы проще, и мы видим, этот журнал не мой, он мне не подходит, этот журнал не мой и так далее. То когда вы начнете искать журнал из международных баз, очевидно, что там такой номенклатуры, номенклатуры, специальности не будет. И здесь есть некая растерянность. Поэтому первоначально там дается возможность выбрать по исследовательской области, да, то есть там нет наших специальностей, это не должно вас напугать. Первое, вы нажимаете, у вас выплывающий списочек, и вы там все прекрасно поймете, выберете свою отрасль науки. Дальше поехали. Точно так же, как, например, в наших журналах, если вы уже заходите на сайт, там есть определенные, ну, такие направления, тематические рубрики в журналах, да. И здесь, в этом поисковике, есть возможность как раз себе сузить поиск. Это вот рядышком второе будет, второе окошечко, где вы можете категорию выбрать. Надо это делать или нет? Это зависит от того, насколько хорошо вы можете эту категорию определить. Вы откроете, у вас списочек выпадет, и вы посмотрите, насколько точно эти категории совпадают с вашей тематикой. Если вы видите, что это очень приблизительно, лучше не выбирайте, потому что у вас количество найденных журналов резко сократится, а это может быть не те журналы, которые вам нужны. Следующий момент. Когда мы с вами выбираем российский журнал, там рецензируемый ВАК, мы не очень озадачиваемся вопросами места. Ну, если нас интересует география публикации, да, мы этим вопросом озадачиваемся, но в принципе, по большому счету, какая разница? Так вот, когда мы выбираем с вами журнал из международных баз, возможно, целесообразно для начала выбрать именно Россию. То есть журналы, которые туда входят, но издаются у нас. Ну, во-первых, проще. У вас не будет барьера языкового при общении с журналами. Кроме того, значит, у вас будет возможность попробовать свои силы. Я сейчас покажу, почему пробовать силы, чтобы была вообще понятна разница, да. Так, Татьяна пишет. Да, мне тоже этот сервис нравится. Когда выбираете из списка в Симага, кликайте слева от названия, должна появиться галочка. Если будете кликать по названию, не фиксируете, выборку не проводят. Ну, вот, Татьяна, я как раз к вебинару Татьяны чуть позже всех отправлю, да, для технических поисков. Сейчас я вот чисто сутевые вещи, чтобы вы не растерялись, потому что там сложного, по большому счету, ничего нет. Третий этап, третья особенность. Смотрите, мы с вами выбираем, ведь когда мы публикуем статью в России, мы говорим, может быть, в материалах конференции, может быть, в журнале, может, в журнале ВАГ, да, может, я монографию буду делать. То есть у нас же есть какой-то тип публикации. Так вот, здесь тоже мы можем выбрать тип публикации. Соответственно, тоже соседнее окошечко, вот ограниченное количество типов публикаций вы выбираете. Сразу, как бы, не имеет отношения к аспирантам и докторантам прямого, но если мы вспомним о наших работодателях и захотим еще удовлетворить их требования одновременно, то сейчас большинство, у большинства в эффективном контракте написана именно публикация в журналах. Да, почему? Потому что, ну, точно так же, как наш РИНС чистит ряды издателей всевозможных международных, всероссийских и так далее конференций, такая же специфика и здесь. То есть конференции лучше не выбирать, тем более, если нужна будет одна статья, например, для аспирантов, и там две-три статьи для докторантов в зависимости от специальности, то понятно, что лучше выбирать журналы. Следующий момент. Когда мы говорили о ваковских журналах, мы с вами говорили, что нужно учитывать их импакт-фактор. В зарубежных журналах есть такое понятие, которое вам, естественно, известно, я просто, что называется, освежу и некие рекомендации дам именно для аспирантов и докторантов. Понятно, что уже человек, который занимается наукой, он волен выбирать любой квартель. Значит, эти журналы разделены на квартели, на некие группы, которые определяются по уровню цитируемости журнала, по уровню авторитетности журнала и так далее. Сегодня мы не углубляемся в эту тему. Вам главное, что когда вы отбор, вот вы там все фильтры поставили, отбор осуществили, перед вами выпал списочек журналов. Так вот, буквально, вот видите, тип мы выбрали, журнал, а если вы тип не выберете, у вас здесь столбики, будет меняться информация. Так вот, первый столбик нас интересует. Вот это все, это вас будет интересовать в том случае, если вы публикуетесь и для цитируемости, и для повышения своего научного рейтинга, из своего там авторитета, мы пока говорим просто о том, чтобы опубликоваться для выполнения требования, которое скоро случится в АК. Наша задача подобрать журнал, который нам посилен, поэтому мы смотрим только вот на этот первый столбик, где как раз-таки нам указаны квартели. Вот они, да, указаны, цветные им выделены, потому что они тут отличные. И мы должны с вами понимать, что чем выше квартель, тем более высокий статус журнала. Соответственно, я не думаю, что, ну, не думаю, это я так мягко говорю, да, я вам не рекомендую, если вы аспирант или докторант, замахиваться на первый квартель без особой необходимости. Потому что, помните, у нас есть специальности, которые в этом решении, которое я показывала, да, имеют прямо конкретику по квартелям. И там хотите, вы не хотите, вам придется пытаться опубликоваться в журнале определенного квартеля. Поэтому выбираем здесь. Что здесь еще нужно сказать? Четыре группы. Первая, вторая, третья, четвертая. Кажется, вот сходу, да, ну, так я пойду в четвертом и опубликую, там, наверное, проще и лучше. Но если мы сегодня говорим о том, что, как опубликовать статью, чтобы не потерять эту публикацию, все-таки четвертый квартель – это либо начинающие журналы, либо такие, ну, непонятно, неустойчиво развивающиеся журналы, да. Поэтому я бы не рисковала. Все-таки раз уж перед вами стоит задача опубликоваться в журнале с определенным, из международных баз, ну, попробуйте заходить в третий квартель, да, четвертый сорт, ну, типа того, да. Вот. Теперь смотрите, когда мы с вами отобрали журнал, вот, например, список, вот список, например, есть, да, мы посмотрели, и, ну, допустим, вот я какой-то там второй, третий, по-моему, третий журнал я выбрала, мы туда углубляемся и смотрим характеристику этого журнала. То есть я вижу, сейчас прошу прощения, еще на секунду вернусь, вот смотрите, это журнал «Экономика региона». И для экономической специальности этот второй, да, по-моему, этот журнал имеет второй квартель, второй квартель, то есть это как бы, ну, хорошо, замечательно и так далее, да. Да, теперь смотрите, у всех журналов есть индекс Хирша, вот этот показатель для этого журнала, я могу посмотреть. Вот, кстати, вот по этому номеру мы потом можем поискать этот журнал для того, чтобы углубиться. И здесь какую информацию мы можем с вами получить, посмотрите. Для примера так сравнивать нельзя, я вам просто для примера показываю. Что, смотрите, я выбрала журнал из второго квартеля, то есть для меня это типа серьезный журнал, да, солидный журнал. И вот посмотрите пример журнала из первого квартеля, совершенно другая область науки, нельзя сравнивать. Ну, чтобы вы представляли, индекс Хирша 1058. 9 и 1058. Ну, то есть понятно же, что пропасть между этими журналами лежит, да. Поэтому первую ошибку мы не допускаем, мы не сравниваем журналы из разных специальностей друг с другом. Понятно, что и туда, и туда в первый квартель будет сложно попасть, хотя вот эти цифры могут отличаться просто на сотни раз. Ну, и еще один момент, когда мы с вами сходим вот в журнал и можем посмотреть на сайт журнала, и можем посмотреть подробности, очень важно нам вот эти основные направления с вами понять. То есть наша исследовательская тема, помните, я говорила, что там нет связи с нашей номенклатурой специальности. А вдруг он экономически, а он, например, не публикует по моей тематике статьи. Поэтому вот эти направления мы с вами смотрим. Почему, опять же, с русскоязычных журналов, может быть, стоит начать? Потому что вам проще соориентироваться. Ну, естественно, если вы знаете язык, то нет проблем. Ну, и вот эта вкладка, конечно, автора, это то, что нам нужно обязательно посмотреть. Еще один момент, который тоже неочевиден, который мы иногда упускаем. Я даже два здесь в один критерий ввела. Это политика журнала, это критерии рецензирования статьи. То есть раз мы понимаем, что статьи там рецензируются жестко, долго, серьезно, есть определенные критерии рецензирования. Они обычно на сайте есть. Поэтому посмотрите. То есть это для вас некие требования, которым должна соответствовать ваша статья, иначе, ну, ее просто даже не возьмут, нет смысла об этом говорить. И еще один момент, который мы с российскими журналами, ну, просто вообще даже в голову не берем себе, это политика журнала с точки зрения прав автора. Есть такой сервис, Шепа Ромео, я ссылку на этот сервис вам показала. Вот заходите, это будет такая центральная страничка, там окошечко. Вот тот самый номер, который я вам показывала, журналы сюда вводите, и находите, какая политика у этого журнала есть. На самом деле на этом сервисе несложно разобраться, я сейчас углубляться в это не буду, мы с вами уже долго сегодня занимаемся. Четыре цвета, политика маркируется цветами, и как это может выглядеть на сайте журнала. Посмотрите, вот если мы на сайт журнала приходим, раздел «Авторское право», здесь, в принципе, все объяснено. Какая лицензия распространения, и вот смотрите, журнал придерживается синей политики. Видите? То есть вот здесь на, как раз, вот она голубая, да, то есть вот, соответственно, на эти моменты обращайте внимание, потому что это касается возможностей того, какие ваши-то права, как автора, как они будут регламентироваться, поэтому, когда мы контактируем вот с этими журналами, нам эти моменты нужно с вами узнать. Ну и еще один важный момент, на который обращать внимание, это, естественно, условия публикации статьи. Всем очевидно, что мы знаем эти страшные вещи, что там публикации вебов, сайенсы, скопу стоят сумасшедших денег, поэтому рассылки так часто и приходят, потому что другие люди хотят эти сумасшедшие деньги заработать. По-моему, в прошлом или позапрошлом году я для слушателей группы своей и курса приглашала спикера, Новоселову Юлию, это исследователь, который получает степень за рубежом, и она провела для нас вебинар, и вот этот вот слайд из ее вебинара. Значит, у нас статьи делятся на публикации с открытым доступом и публикации с доступом по подписке. Мы это с вами должны себе отдавать в этом отчет. И когда вы выбираете журнал, вы сразу можете... Вот если он с открытым доступом, то вот эти особенности. Если он по подписке, значит, он вот такой. Поэтому очень важно вот эти моменты понимать для себя. Ну и самое последнее, что я хотела сказать, это, безусловно, структура статей, оформление самой статьи, ссылок, списка литературы и так далее. Почему наши журналы сейчас меняют свои требования? Потому что они приближают эти требования вот к этим базам. Соответственно, эти требования существенно отличаются от наших, и многие авторы, которые только начинают публиковаться в изданиях международных баз, испытывают затруднения. Поэтому очень здорово, что именно с точки... Мы сегодня с вами по сути, на что обратить внимание, что важно, чем можно пренебречь. Да, мы вот об этом с вами говорили. А вот все, что касается оформления вот этих вот штучек, связанных там с ссылками, со списками и так далее, я очень рада, что на Директ Академии у нас вот такая команда профессиональная, когда мы можем... Мы не пересекаемся друг с другом по тематике, но мы очень классно друг друга дополняем. Поэтому я настоятельно рекомендую тем, кто в прошлом году не был на вебинарах Татьяны, посмотреть записи на канале YouTube в Директ Академии тех вебинаров, которые касались вот этих вещей, потому что именно о публикациях и об их оформлении речь шла. Да, то есть вот я здесь это повторять, безусловно, не буду. Ну и уж простите меня, но я, как всегда, с домашним заданием, да, чтобы было полезно, надо сразу это все попробовать сделать. Иначе вы забудете, иначе, когда я провожу какие-то мероприятия, я часто слышу, что люди говорят, ой, мы это все знали, я все время спрашиваю, а вы это делали, да? То есть, знаете, делать разные вещи, поэтому я за то, чтобы делать, и поэтому вам маленькое задание. Во-первых, если вы пишете кандидатскую или докторскую диссертацию, определитесь с тем количеством публикаций, вообще типом публикаций, которые вам нужны, прям посидите с этим вопросом, да? Второй момент, проведите, вот так как я сегодня пошагово вам рассказывала, проведите отбор журналов для публикаций. Какие вам нужны? Иваковские, значит, иваковские из международной базы. Значит, из международной, какой конкретно вам нужно, да, посмотрите. Может, вы просто перечнем воспользуетесь, вам не нужен будет этот сервис. Вот, и третье, посмотрите, выберите там 3, 4, 5 журналов, ну, так, чтобы их можно было сравнить, да, и посмотрите, сходите на сайты этих журналов, посмотрите вот эти особенности, какие-то их отличия, да, что вам больше подходит, что вам меньше подходит. То есть выберите для себя какие-то, скажем так, сделайте эти журналы себе по рейтингу. Вот в эти сильно хочу, эти там подстраховочные, да, если не попаду туда, то вот буду использовать вот эти. Ну что, друзья, простите, я, как всегда, вас и задержала, и, наверное, перегрузила информацию, но всегда большое желание побольше рассказать и побольше чем-то поделиться полезным. Поэтому, если вы постеснялись и не задали вопрос сейчас, я сейчас вернусь в час, я вижу два вопроса, то смело можете написать мне на почту, задать вопросы. Я отвечаю, ну, не в срочном порядке, но отвечаю, да. И так, сейчас я посмотрю, что вы у меня спрашивали. Ой-ой-ой, друзья, пошли большие, спасибо. И большие, и маленькие, да, я не могу посмотреть. Если тема диссертации носит междисциплинарный характер, как выбирать журнал, по какой научной специальности. Дмитрий Валерьевич, что значит междисциплинарный характер? Смотрите, если вы будете защищаться по двум специальностям, то есть реально работа не просто междисциплинарная по своей сути, а вы прям будете защищаться по двум специальностям, тогда вы выбираете эти специальности. А если она у вас междисциплинарная, но вам известна специальность защиты, то ваши ваковские статьи должны быть ваковскими вот по этой специальности. Так, Наталья Николаевна, опубликовать в ваковских журналах России на английском и на русском. А они стали вебоксами. Публика, ну, прекрасно. Мы за вас очень рады. Так, большое спасибо, большое спасибо. Очень интересно, полезно. Вам спасибо, друзья. Ну что, друзья, я надеюсь, что сегодня мы с вами полезно провели время, и вы не пожалели о том, что вы ко мне присоединились. Я с большим удовольствием приглашаю вас 16 марта. В следующий раз в цикле вебинаров для аспирантов мы с вами поговорим о монографиях. Я понимаю, что эта тема, может быть, не для всех будет настолько актуальна. Да, сегодня нас было достаточно много, может быть, будет меньше участников. Но, тем не менее, я тоже постараюсь вам рассказать максимально понятно и, как говорится, снять ваши вот эти страхи, которые, они существуют перед монографиями. Ну, потому что это просто большой достаточно труд. И, конечно, вот то, о чем мы говорили, как избежать дублирования текста монографии в диссертации, и мы об этом тоже с вами поговорим. Ну, и совсем завершая сегодняшнюю нашу встречу, я хочу вас пригласить еще на один мой вебинар, который вообще совершенно из другого цикла, из другой серии. Я, как экономист, что называется, не смогла молчать, и поэтому Павел Юрьевич попросил, чтобы я активизировала еще и свою экономическую компетенцию. Мы проведем 21 февраля вебинар именно по экономике. Экономика, которая сопровождает нас по жизни, экономика, которая каждый день с нами абсолютно, поэтому, если вам это интересно, приходите, я буду рада вас видеть. Так, вы говорили про антиплагиат, можно посмотреть Директ Академии. Да, 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 там как раз есть записи, безусловно. А на графике актуально. Замечательно, ну, вот отлично, у нас уже собирается компания на следующую нашу встречу, а то я думала, а вдруг нас придет 5 человек, да. Так что приходите все, а вдруг задумайте писать монографию, чтобы было все понятно. Ну что, друзья, я вас еще раз благодарю, благодарю за ваше участие, за ваши отзывы и вопросы, и благодарность. Субтитры создавал DimaTorzok